здравствуйте дорогие мои коллеги садоводы сегодня хочу вам показать вот нарезанные у меня череночки роз и хочу вам показать такой способ размножения который называется кельчевание роза нарезала фламентанс это видео было снято за несколько приемов чтобы вы видели результат второй сорт это джон дэвис срезы дело мы с вами уже разбирали на черенкование косой срез под нижней почкой и прямой срез над верхней почкой вот обратите внимание срезы все как мы уже знаем делала а вот третий сорт еще new down использовала биобальзам robin green тоже я вам его показывал при черенковании корневин еще нам потребуется небольшая емкость куда насыпать корневин можно конечно использовать и пакет вот такие обычные пакетики для завтрака брала универсальные тряпки которые покупаю на кухню а вот собственно говоря весь наш набор с которым и сегодня будем заниматься с вами новым способом который называется еще расскажу кельчевание и так паста мне вот это бальзам паста очень нравится зеленого цвета очень хорошо использовать ее для как садовый бар и для черенкования тоже значит первое что сделала черенки поставила в воду посмотрите нижней часть черенков находится в воде чтобы они уже напитывались влагой а также нарезала вот такая меня вот это влажная салфетка но влажная настала конечно после того как я ее смочила водой вот теперь я влажную салфеточку разложила на столе стол у меня такой из плотного стекла поэтому он не испортится разложила влажную салфетку что делаю дальше дальше разрезаю пакет и насыпаю в такую плошечку корневин вот я его высыпала дальше беру череночек из воды вот таким образом обмакиваю кончик в корневин там где косой срез и так обмакиваю череночек в корневин и начинаю его заворачивать салфетку вот так кладу и сверху накидываю свободным краем хоп первое посадочное место готово беру второй черенок точно также корневин и укладываю рядом на салфетку получается что у них корешочки между собой будущие корешочки не касаются и вот так поворачиваю два черенка готовы и таким образом я их заворачиваю всех во влажную вот такую тряпочку а если вдруг не хватило берем вторую а проблем никаких нет заворачиваю влажную тряпку подгибаем край вот так чтобы вода не стекала вот аккуратно подогнула край первая такая вот у нас упаковочка связочка готова приступаем дальше и дальше начинаем таким же способом опять открыл отрываем вот такой лист я беру обычно в два слоя чтобы был немножко поплотней также обмакиваем кончик опять в корневин наш срез кстати чем хорошо вот это кельчевание вы можно делать в марте в апреле пробирайтесь у кого еще вот такая не пошла жара это на cfo рассчитано можно делать рано-рано весной и вот опять так укладываю вот всю укладываю и заворачиваю опять так заворачивает такой как куколок пеленали в детстве вот точно вспомнила сравнение к куколок пеленали и дальше аккуратненько укладываем главная чтобы у нас они были примерно одинакового размера примерно одинаковой высоты тогдаh нам будет легче дальше укладывать а смысл в том что вот кельчевание это как раз воспитание черенков по-суворовски Держи ноги в тепле, а голову в холоде. Сейчас все вам покажу дальше. Вот я их укладываю, вторую партию. Первую ложил, теперь вторую. Немножечко подтягиваю, чтобы они ровненько были. Перед тем, как черенковать, обратите внимание, с роз я удалила все шипы. Шипы нажатием в бок, и они отлетают сами. Нужно выбирать веточки здоровые, без почернения, хорошие. Сейчас после зимы как раз посмотрите, чтобы все было хорошо. Удалила все шипы, и только после этого приступила вот к такому новому способу кельчевания. Скажу честно, делала первый раз. Будем смотреть с вами вместе, то есть я сразу вам и результат показываю. Не забывайте бирочки, для того, чтобы у вас были подписаны все сорта, и потом не потерялись. Вот корневинчик прям расходуется у меня хорошо, жирненько, не жалею, вот так его. Про способ этот читала много, еще его называют способ буррито. Я читала много, видео смотрела много, но сама не пользовалась ни разу. В этом году попробовала первый раз. Вы знаете, результат неплохой. То есть надо пробовать все. Я пробовала и зеленое черенкование, и одревесневшими черенками. И вот сейчас попробую кельчевание. Пока мне больше всего на сегодняшний день, вот прям мне очень понравилось черенковать одревесневшими черенками. Очень понравилось. Так что рекомендую. И вот второй способ. Давайте смотреть кельчевание. Летом у меня уже есть видео о пузыреплодниках, как я делала зелеными черенками пузыреплодник. Тоже неплохо, но нужна либо пакет, либо такая туманная установка. Просто в жару немножко похлопать. Не хотя зелеными черенками укореняются растения очень и очень хорошо. Так, вот у нас вторая, наверное, партия уже готова к завершению подходит. То есть работает очень спокойно, методично, такая кропотливая. Конечно, если делать кельчеваторы в промышленных масштабах, то для этого нужно специально там с подогревом, с песком. Ну вот я попробовала такой самый простой, на мой взгляд, самый простой способ. Есть еще таким образом. Нарезаются черенки во влажную газету и убирается в холодное помещение. Но я пока так не пробовала, что-то нет ни малейшего желания пробовать. Кстати, это я уже укладываю, по-моему, третий сорт. Да, третий сорт. Напоминаю, у нас сорта Джон Дэвис, Фламентанс. Так, и третий сорт, третий сорт Джон Дэвис, Фламентанс. Ах, забыла, третий сорт. Ну ладно, я уже о нем говорила. Вначале он есть и в конце еще посмотрим. Таким образом, я начеренковала не только розы, начеренковала еще гортензию, форзицию, чубушник. Начеренковала, попробовала крыжовник, вот таким способом, скумпию. И бузину с красивым таким шоколадно-бордовым цветом листвы. Мой любимый сорт, Black Lace. Буду смотреть, как декоративные кустарники себя поведут и как розы. Результат я вам обязательно покажу. Но уже сейчас, забегая вперед, скажу, что розы очень хорошо пошли, укоренились, дали корешки розы канадские, Александр Маккензи. Вот эти розы пошли хорошо. А, и Джон Дэвис. То есть вот эти розы пошли очень хорошо. Почву покровной также можно попробовать. Ну вот принцип здесь один и тот же. То есть все мы череночки макаем в корневин и укладываем вот таким образом во влажную салфетку. Если у вас нет таких салфеток, не обязательно ехать за ней специально в магазин. Вы можете взять кусочек любой хлопчатой бумажной ткани. Вы можете взять какое-то старенькое полотенце, которое не жалко потом будет выбросить, потому что оно уже будет непригодно к использованию. То есть любой кусочек ткани, конечно, чистенько, потому что срезы все-таки у нас, мы обрабатываем их свеженькие. Так что, пожалуйста, берите любую ткань, хлопчатую бумажную только, и продолжайте с ней работать. Вот очень много мы внимания уделили черенкам, но тем не менее, методично делаем эту работу. Я делала выходной, никуда не спешила, тихо, спокойно. Единственное, что мне было не совсем удобно. Делала левой рукой, а правой снимала. Поскольку была одна, помощников у меня не было, и я вот сама ставила такой эксперимент. Вот у нас еще одна партия готова. Осталось немножко череночков и корневинчика, но это мы доделаем. Вот такая готовность. Опять подворачиваем. А что мы сейчас будем делать дальше? Дальше мы будем с вами делать все очень просто. Для того, чтобы у нас не испарялась влага, мы будем каждый, каждый, вот Джон Дэвис сорт. Вот первая у нас партия готова. Да, показал Джон Дэвис. Да, вот этикеточка, чтобы названия не перепутались. У меня такие с работы взяла бирки-петельки. Нам потребуется резинка и обычный пакет для завтрака. Мы с вами теперь вот эту пачечку, всю вот эту упаковочку с этикеточкой положили в пакет для завтрака. И чтобы влага не испарялась уж совсем окончательно, берем и завязываем банковской резинкой вот этой. Одеваем ее, перекручиваем в несколько раз. Одной рукой это неудобно. Но в любом случае вот так. Я уже показываю готовый результат. Перекрутила несколько раз. И у меня получилась вот там такая влажная, хорошая среда. Так, с этим сортом тоже разобрались. Видите, шипов нет. Хотя у сорта Джон Дэвис и так шипов немного. Вот таким образом у нас упаковывается каждая такая пачечка. Каждая вот такая партия наших будущих роз. Могу сказать, что процент укоренения здесь тоже 100% не будет. Вот, готовы. А, Нью Доун. Нью Доун, Джон Дэвис и Фламентанс. Фламентанс это плетистая, Нью Доун плетистая. И Джон Дэвис это канадская парковая роза. Высоченная, куст шикарный. Теперь, чтобы корневин не терял свои свойства, мы же плошечку уже под него вот такую чашечку подобрали. Я обычно упаковываю сразу. У меня есть такая бамочка хозяйственная, там от косметики какой-то у меня осталась. Упаковываю в пакетик и ставлю уже вот так вот, чтобы не высыхал у нас корневин и не распространялся никуда. Все-таки это же химикат, а мы же с вами дома находимся. Вот, либо в сарай уносите в гараж, там у меня еще хороший запас корневина. Впереди весна, сажать много. Так что корневин нам потребуется. Ставлю туда баночку корневина, то есть с одним препаратом я уже закончила свою работу. И сразу его убираю. Вот таким образом. Так, все, убрала. Что делаем дальше? Дальше нам в помощь будет теперь биобальзам. Изумительное, вот изумительное, просто изумительное средство. Настолько хорошо заживляет ранки все. Но наша теперь задача немножко в другом. Видите, вот эти срезы прямые, над верхней почкой мы делали срезы. Теперь нам просто каждый срез нужно обмазать садовым варом. То есть вот этим биобальзамом для того, чтобы не испарялась влага из черенков. Он очень такой мягкий, пластичный. Если садовый вар еще подтапливать нужно, то бальзам немножко поставить в тепле. Он очень удобный. Я вот так, вот опять неудобно, в левую руку камеру взяла. Право, я вот пытаюсь показать, чтобы было хорошо. Конечно, если бы сейчас съемка у меня была двумя руками. Раз, раз, мы быстро все сделали. Но принцип вот такой понятен. Да, замазываем вот этим биобальзамом. Если нет биобальзама такого, как у меня, даже не расстраивайтесь, берите садовый вар. Вот такой хороший у меня биобальзам. Посмотрите, совсем немножечко использовала, обработала уже все череночки. Ну вот совсем прям граммочку. У меня там сливка одна есть, надо посмотреть. Сейчас морозы боены, как они после зимы. Обработаю все ранки. Ну вот, череночки все у меня хорошенькие, обработанные срезы, все замазаны садовым варом. Теперь наша задача найти им правильное место. Где же эти черенки будут у меня лежать? Где они будут располагаться? А положить мы их должны очень просто. На подоконник. Внизу у нас приборы отопления радиаторы. А из окошка холодно. Соответственно, у нас получится, что голова вот этого саженца в тепле, вернее в холоде, а ножки в тепле. Вот таким образом я их располагаю на подоконнике, над прибором отопления, вот так и над радиатором. Там, где должны просыпаться корешочки, будет всегда тепло. Видите, уже пошло. Вот там сейчас будут собираться капельки, будет собираться конденсат. Если вы видите, что уже конденсата мало, а вот здесь из окошечка уже у нас холодно, вечер, за окошком темно. Вот таким образом расположила. Если видите, что там уже мало конденсата и пересыхает ткань, ничего страшного, можно развернуть пакет, снять, не разворачивать черенков, смочить ткань. Попробовала я, посмотрела там в одном ролике, попробовала через одноразовый шприц делать дырочку и вставлять туда влагу. Честно скажу, очень хлопотно, мне не понравилось. Я снимала резинку, прям сразу во влагу напитывала под кран обычной теплой воды и опять заворачивала все и на подоконник. Вот таким образом это все хозяйство у нас лежит. Наблюдайте самое главное, чтобы не пересыхала ткань, в которую мы укладывали с вами черенки. Ну и теперь просто мы их оставляем, занимаемся своими делами. Они теперь будут у нас там находиться месяц или полтора. Когда вы видите, просыпаются первые почечки, значит процесс у нас укоренения идет нормально. Видите, вот конденсат уже собирается, то есть прошло там буквально несколько часов, там тепло, создалась такая теплая влажная атмосфера и влажно, и тепло. И вот так капельки конденсата уже собираются, что очень даже положительно для процесса укоренения вот таких череночков. Ну вот мое мнение, что с канадскими розами все будет хорошо, по остальным культурам посмотрим. Я просто не стала делать все остальные культуры, потому что принцип один и тот же. Вот один и тот же принцип. Так, посмотрим, что же у нас дальше. Вроде бы пока все идет нормально. Будем периодически ходить и наблюдать. Есть разные способы, но вот этот попробуйте обязательно. Сейчас время еще есть. Сходите, нарежьте черенков. Тем более, что мы уже эту тему очень хорошо рассматривали. Так, череночки вроде бы все с воском, все нормально, зелененькие, живенькие. Все хорошо, процесс идет у нас с вами хорошо. И действительно, воск, видите, с той стороны не стаивает, потому что из окошка холод. А вот батарея тепло. Мы большие молодцы. Ну и давайте смотреть, что же у нас получилось. Вот форзиция. Ну на мое удивление, вот честно скажу, не ожидала, она уже зацвела. Скумпия. Вот посмотрите, как веточки уже прижились. Но теперь наша задача посмотреть, что же там внутри, что у нас получилось. Появились ли корешки. Видите, там уже какие-то темные пятнышки коричневые. Здесь форзиция и крыжовник. Опять-таки, всех доставать не буду. Периодически, когда водой смачиваю, то есть вот даже ткань там испачкалась. Сейчас развернем и посмотрим, что же у нас получилось. Пробуйте. Ну вот так снимаем аккуратно пакет. Опять буду делать одной рукой. Вот честно скажу, неудобно, но и не видела еще, что там. Сейчас будем смотреть с вами вместе. Я как увидела зеленые стебельки. Вроде бы он получается такой, как-то вот черненький, страшноватенький. Не-не-не-не, все нормально. И процесс укоренения пошел хорошо. И вот почечки проснулись. Теперь наша задача взять их и посадить в небольшие емкости отдельные. Такие, ну я буду высаживать в контейнер объемом 0,9. Меньше литра, буду пересаживать их туда, чтобы они и посмотреть, как они дальше будут развиваться. Все в стаканчике. В общем, каждый череночек пойдет в свой домик. Вот у нас что уже получается. Процент-то выпад обязательно есть. Вон там уже за счет того, что во влажной ткани все это было, колюс такой образовался не совсем белый, даже темноватый. Но вот здесь, по-моему, ничего не образовалось или есть немножко. Да, есть чуть-чуть. Но вот веточки здесь, почечки проснулись. Так. Вот где-то получается, где-то не получается. Вот череночки были какие-то, может быть, не совсем ровненькие, кривенькие. Но зато все живенькие. Вот, смотрите, разворачиваю дальше. Все на влажной ткани, все красотки. Надо готовить почву и срочно сегодня высаживать. Корешочки, вот где пошли нарастать корешочки, прямо цепляются за ткань. Ну, вот такой у нас с вами результат. Вот что у нас в декоративной кустарнике. Да, не совсем были хорошие черенки, но это я уже последние, наверное, резала, потому что, ну, все, отдала под обрезку. Давайте посмотрим, что получилось у форзицы, что получилось у крыжовника. Откроем, посмотрим, что же там. Так, разворачиваем. В одной упаковочке форзица, в другой упаковочке крыжовник. Вот, крыжовник, почему этот дело крыжовник потеряла бирку, но мы с внуком очень любим этот сорт. Он, крыжовник, наверное, какой-то он похожий или медовый, или русский желтый. Желтый крыжовник, крупный, сладкий-сладкий. Ну, во всех отношениях, да, колючий, но того стоит, потому что плоды очень хорошие, очень вкусные. Ну, вот, давайте посмотрим, что же у нас с форзицией там происходит. Так, разворачиваем форзицию и смотрим. Есть у нас что-нибудь? Вон, корешки, почки, все цепляется, все проснулось. Опять скажу, одной рукой неудобно, но получается вроде как нормально. Наша задача все-таки посмотреть и добиться. И чтобы вы видели, что вообще у нас в реалии получается, что получается в результате. Форзиция, конечно, зацветает, это вот прям самое первое в апрельском саду, королевы апрельского сада. Вот такие у нас появляются махонькие корешочки, да, все у нас процесс пошел нормально, и почки просыпаются. И цветочки-то у нас уже есть. Вот какие мы красавицы. Где-то вот почечки отвалили, где-то, наверное, где-то корешочки, может быть, не пошли. Но все вот это набухло, посмотрите. Все уже вот прям просыпается, просыпается вот это все дело у нас. Надо срочно высаживать. Срочно. Сегодня у меня будет посадочный день в хорошую почву, с хорошим поливом. При пересадке уже не обрабатываю корневином, просто пересаживаю в обычный грунт. Вот бирочку нужно снять, дальше развернуть не могу. Но вот эта красота, глядя на цветочки, уже все проснулись. Конечно, в самих черенках еще сохранилась влага, еще сохранились все питательные вещества. Даже там, где корешочки, еще вот видите, тут практически корешочков-то не видно, но цветет. А вот средненький вообще вот прям чахленький оказался. Ну вот что у нас получается? Там из пяти черенков, наверное, четыре готовы к пересадке. Видите, вот сколько много вот этих таких набухших, как мест для корешочков. Все будет у них нормально. Вот пока из четырех три хорошеньких, один что-то никак. Здесь вроде бы тоже все нормально. Так, два, четыре, шесть. Из семи у нас не пошел один. Ну, слушайте, я считаю, что это очень хороший результат. Вот эти темненькие, это почечки, вот я так понимаю, нижние, наверное, отскочили, которые не нужны. Ну вот, вроде бы у нас с вами все получилось нормально. Теперь задача высадить и наблюдать, что будет дальше с нашими растениями. Я периодически буду делать тогда выкладку, показывать, как они у нас растут и как приживаются. Вон, корешочки прям цепляются, за ткань цепляются. Вроде бы все нормально. Слушайте, ну вот простой способ. Чисто, культурно, хорошо. Ну вот у крыжовника там тоже, смотрю, есть зеленые почечки. Так, хочу все-таки посмотреть, что же там у крыжовника происходит. Вообще, насколько знаю, крыжовник укуриняется трудновато. А таким способом, не знаю, получится вообще или нет. Может быть, это остатки вот питательных веществ из черенков. Но будем смотреть. Так, что-то здесь как-то все не очень хорошо. Ну, а вот зелененькие почечки проснулись. Высаживать я в любом случае его буду, потому что зеленые почки такой хорошенький. Наверное, может быть, просто я не разглядела. Все равно посажу, посмотрю, как будет дальше. Очень хочу размножить желтый крыжовник. Ну, просто очень. Если ничего не получится, значит, буду размножать отводками. Но в любом случае, я рекомендую вам попробовать этот способ. Тем более, что время еще есть. Бегите за секатором, идите в сад, нарезайте черенки и пробуйте новый метод черенкования, который называется кильчевание. До новых встреч, мои дорогие. Успехов вам!